Новые зеленые зоны в городе не появятся. Депутатам Ивановской городской думы инициатива Николая Плотникова пришлась не по вкусу. Депутат предлагал на заседании комиссии по законности безопасности и местному самоуправлению рассмотреть вопрос об увеличении количества скверов. Принцип достаточно простой, чтобы сохранить то, что имеется и то, что уже стало традиционной зоной отдыха. Я не предлагал какие-то зоны, высосанные из пальца, а то, что хотелось бы сохранить. Сохранить хотелось бы Павловский сквер. Зеленый участок на пересечении Почтовой, Ленина и Жарова. Лежневский, тот что за зданием точь прибора. Еще Октябрьский, Детский и Аллею большевиков. Также внимание властей Плотников хотел привлечь к набережной Уводи на участке до памятника Фрунзы. Всего таких объектов депутат выделил 8. Предложение остальные члены комитета назвали непроработанным. В кадастровую палату Плотников не обращался, вопрос на комиссию по топонимике не выносил. Как итог, предложение не приняли. Процедура закреплена в федеральном законодательстве, а именно в градостроительном кодексе. Необходимо вначале внести соответствующие изменения в генеральный план, привести публичное слушание. Потом в правила землепользованные застройки опять проводится публичное слушание. И только после этого Ивановская городская дума принимает решение о том, что придать ли данному земельному участку статус рекреационной зоны, скверы, бульвары и так далее, либо нет. К сожалению, данной процедуры проведена не было. Николай Плотников также предлагал изменить часы для проведения публичных слушаний и поправить положение расходований средств на информационное обеспечение деятельности думы. Но и эти предложения были отклонены. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.